Уважаемые коллеги, добро пожаловать на третью лекцию по гистотехнике. И наша сегодняшняя лекция будет посвящена криотомии, то есть использованию фиксации физической заморозки, иногда вместе с химической фиксацией предыдущей, иногда отдельно, для того, чтобы можно было изготавливать срезы из вот такого замороженного препарата. Зачем нам это нужно? Почему нас не всегда устраивает метод парафиновых блоков? Во-первых, при использовании парафиновых блоков мы используем достаточно большое количество органических и водных растворителей, что значительно экстрагирует липиды и многие другие метаболиты, особенно низкомолекулярные и водорастворимые, если у нас нет специального фиксатора, который позволил бы их сфиксировать вместе с тканью. Естественно, в случае парафинового метода мы можем использовать только хорошо фиксированный химический материал. Потому что, если материал будет плохо фиксирован, мы просто не сможем его провести через этот метод до парафинового блока. Кроме того, у парафинового метода значительное время обработки до получения срезов. Конечно, есть экспресс-методы, которые сокращают это время, но все равно оно значительно. И для получения достаточно хорошего качества нужно хотя бы 16 часов. Экспресс-методы могут сокращать это время до 6 часов, в некоторых случаях даже до 4 часов, но для очень маленьких участков ткани. Ну и при использовании парафинового метода мы используем сильную фиксацию, соответственно, иммуногенность ткани у нас также сильно повышается. Креотомия. Зачем она нужна и какие у нее есть достоинства по сравнению с методом парафиновым? Ну, во-первых, мы можем с вами резать блок, который бы не был подвержен фиксации химической, только физической. И, соответственно, липиды у нас останутся сохранными, если нас интересует именно их распределение в препарате. Кроме того, водорастворимые вещества при быстрой заморозке тоже останутся на своих местах. И, в принципе, мы можем после изготовления среза некоторое время оставить его на холоде, дать воде возможность сублимироваться. И таким образом у нас получится высушенный препарат, где все аналиты без значительной диффузии остаются на тех же местах, на которых они были бы в живом блоке, в живой ткани. Кроме этого, мы можем теперь работать с тканями, фиксированными только заморозкой, да, то, что мы уже говорили, без необходимости химических фиксаторов. Но можем и совмещать эти два подхода. Естественно, в случае заморозки иммуногенность у нас сохраняется. Естественно, в случае заморозки мы можем работать не только с белками, но и с другими биологическими молекулами достаточно легко. Так как мы можем избежать фиксации в формолине, то белки могут быть в близком к нативному состоянию. ДНК, РНК сохраняются, метаболиты сохраняются. Ну и время обработки здесь может быть очень коротким. Плюс важно при правильно приготовленном препарате, ну, конечно, нельзя сказать, что полное отсутствие дегератации. Ведь дело в том, что когда мы воду замораживаем, мы делаем ее недоступным для препарата. То есть дегератация здесь, конечно же, есть, но она более щадящая. Ну, еще одна важная особенность – это возможность теперь делать толстые срезы. Если мы работаем, например, с конфокальным микроскопом, и нас интересует внутренняя структура нашего образца, а более того, если мы используем различные способы просветления ткани, такие способы есть, и то, конечно, использование крио-срезов позволяет сделать в некоторых случаях срезы толще 30 микрон до 50 микрон. Дальше, к сожалению, резать толстые срезы будет на криотомии сложно. И здесь, если вам понадобятся действительно толстые срезы, придется переходить уже к методу вибротомии, который мы будем рассматривать на следующей лекции. Ну, и в связи с этим у нас отсутствуют артефакты проводки. И артефакты, ну, здесь я должен сказать, конечно же, химической фиксации, потому что фиксация при помощи заморозки будет приводить к своим артефактам замораживания, образованию мелких кристаллов воды и некоторым другим особенностям. Ну, скажем так, мы получим другой набор артефактов, чем в случае парафинового метода. Недостатки. Ну, во-первых, мы не можем сделать тонкие срезы. 7 микрон порезать это уже достаточно сложно. Тоньше 7 микрон можно только специальными техниками, например, специальной адгезивной пленочкой по методу Каламото-Сана, про который я еще буду рассказывать. Конечно, качество срезов без использования криопротекторов, без использования специальных подходов для быстрой заморозки будет хуже, чем парафиновых, хотя бы из-за кристаллизации воды. И если приготовить препараты достаточно плохо, то эта кристаллизация воды будет очень хорошо выражена. Вреждения будут, ну, в общем-то, макроскопические. Ну, давайте посмотрим, какие типы криостатирующих микротомов есть. Первый тип, самый распространенный, это вот такой вот ротационный микротом, который находится внутри, по сути дела, холодильника. То есть, если из него вытащить отдельно сам все микротом, вот он. Такой же микротом мы с вами видели для парафиновых срезов. Единственное отличие, как видите, он моторизованный. Здесь стоят шаговые двигатели, которые подают вперед или назад блок. Здесь есть механизм, который позволяет вверх и вниз двигать вот эту часть. Здесь есть механизм ретракции, чтобы можно было убирать блок при нижнем ходе. Но в любом случае есть вот такая пластинка для закрепления. Его в камере самого по себе уже, условно говоря, холодильника. Вот этот микротом на этой картинке, вот он виден. Вот здесь вот место для ножа, вот оно и крепление, вот это же крепление. Ну, и здесь сейчас вот эта резиновая чашечка для кисточек закрыта. Вот эта часть, где на самом деле два винта, которые крепят этот микротом внутри вот этого вот холодильника. На что нужно еще обратить внимание. Охлаждаться такие микротомы могут по-разному. В некоторых случаях охлаждается только камера. И тогда температура, которая будет у вас стоять и подписана где-то на микротоме, будет называться CT Chamber Temperature. Иногда может оказаться, что у вас кроме температуры камеры еще может быть охлаждаемый сам по себе столик для образца. Видите, здесь он отдельно. Тогда температура вот этой части будет обозначаться как OT, соответственно, Object Table. И это бывает очень удобно, когда вы можете сделать температуру камеры чуть выше, чем температуру вашего блока, что позволит вам получать более-менее тонкие срезы с одной стороны и хорошо их расправлять, так как температура камеры выше и пластичность полученных срезов станет выше. После изготовления срезов они, соответственно, будут менее деформированы. Что еще бывает у таких холодильников для микротомов? Это вот такая полочка, на которой вы можете замораживать ваши образцы или хранить замороженные держатели для образцов. Ну, скажем так, не замороженные, а охлажденные. Вот тоже держатели другого типа. И иногда эта полочка также может менять свою температуру. Соответственно, тогда это будет ST, Shelf Temperature. Ну, в наших микротомах это, конечно же, редкость. В связи с тем, что здесь есть влага, здесь есть охлаждение, то у этих микротомов есть одна неприятная особенность. Если вы им пользуетесь, он должен быть постоянно включен, потому что в этом случае, как в обычном холодильнике, вот эта вот часть работает на заморозку и, скажем так, уменьшение влажности, да, дыхамидизацию этой камеры, то здесь не будет выпадать вот эта вода, не будет в виде иния оставаться на приборе. Если же вы его выключили, и какое-то количество воды у вас превратилось в жидкую, то после того, как его включить в такой прибор, капли воды, оставшиеся где-нибудь внутри вашего криостата, могут, в общем-то, сделать невозможным его использование. Поэтому, если вдруг у вас такой криостат был включен, вы с ним работали, включился свет там, не знаю, например, на полчаса, за полчаса, конечно, не разморозится, но вот полчаса, наверное, это после этого времени нужно быть уже аккуратным. И потом вы его опять включили, есть шанс, что он примерзнет. По инструкции обычно из таких криостатов нужно либо, если вам нужно работать очень быстро, нужно вытаскивать вот этот микротом и его высушивать, либо открывать крышку криостата и хотя бы сутки давать ему при комнатной температуре, соответственно, чтобы вода вся испарилась, плюс здесь обычно есть еще шланг, чтобы он был эту воду оставшуюся при необходимости слить. Второе замечание, если у вас в лаборатории такой криостат, вот здесь вот у него с одной и с другой стороны стоят испарители холодильника. Они не должны забиваться, конечно же, пылью, потому что тогда он будет работать неэффективно и очень быстро выйдет из строя. В остальном, в принципе, это обычный микротом, установленный вот в такой вот забавный холодильник. У новых микротомов есть еще один большой плюс криостатов, это то, что вот это стекло, оно подогреваемое, то есть на нем не будет, оно не будет выпотевать, на нем не будет конденсироваться вода, но это означает, что этим стеклом нужно себя вести аккуратно. Покрытие проводящее с нижней стороны достаточно тонкое и, конечно, никакими абразивными способами его чистить нельзя. Кроме таких простых ручных криостатов, есть еще специализированные машины, на нижней части слайда они здесь приведены, которые позволяют резать крупные объекты, например, целиком можно на такой машине порезать, какое-то достаточно большое лабораторное животное, в том числе, например, можно даже использовать целиковый мозг приматов при необходимости, но это оборудование, конечно, специализированное, и я не знаю, есть ли это вообще хоть один элемент такого оборудования в России. Таким образом, мы с вами остановимся в наших лекциях на обычном криостатирующем микротоме, они не обязательно вот такие сложные, как микротом от лейки, конечно, бывает и попроще, но, тем не менее, нам нужно будет рассмотреть, прежде всего, про подготовку ткани. Каким образом мы можем с вами блок подготовить для того, чтобы мы могли дальше его порезать в этой машине? У нас есть несколько вариантов. Первый вариант – это моментальная или достаточно быстрая заморозка. Почему быстрая заморозка? Если вы будете замораживать ваш блок медленно, и в нем нет никаких криопротекторов, сахароза, например, или гликоли, или глицерин, или еще чего-нибудь, разные есть рецепты, то при медленной заморозке у вас будут образовываться места, где начинаются появляться отдельные кристаллики льда, и дальше эти кристаллики начинают расти через весь блок, его разрушая. То есть, получается очень крупные кристаллы, очень сильное повреждение. При быстрой заморозке без криопротектора ситуация очень сильно улучшается. Тогда у вас блок промерзает быстро, кристаллики маленькие не успевают быстро расти, потому что вокруг вода также становится недоступной, из-за того, что мелкие кристаллики образуются повсюду. И блок оказывается более-менее сохранным. Конечно, если мы говорим с вами о использовании криопротекторов, например, о сахарозе, то здесь есть разные мнения. Одно из мнений, что как раз в случае с криопротектором, замораживать нужно медленнее. Но это все зависит больше, на самом деле, от ткани, которую используете. Кроме того, что заморозить можно по самому себе блоку, его можно заморозить в различных растворах. Понятно, что замораживать его, весь блок, в воде не очень удобно. Вода плохо режется. Лед, он колкий. Но можно использовать так называемый Optimal Cutting Temperature Compound, OCT. Что это такое? Это смесь из поливинилового спирта, полиэтиленгликоля и воды. Его можно, в принципе, приготовить из исходных компонентов, если не хочется покупать. И он при температуре где-то меньше, чем 5 градусов превращается в некий аналог парафина. Достаточно мягкий, пластичный, легко режется. И он не пропитывает вашу ткань, но он ее поддерживается стороны. Если у нас, например, ткань достаточно сложной конфигурации, то после заливки в OCT и заморозки она будет сохранять вот такой вот срез целиком. То есть у вас будет резаться и ваш блок, и эту сети вместе с одним срезом. Кроме этого, возможно, заморозка в разных матричных срезах. И сейчас наиболее такая часто используемая матричная среда – это метилцеллюлоза. Карбоксиметилцеллюлоза, CMC она называется. Это то, что используется для гелий, которые используются в УЗИ диагностики. Рецепт потом, если будет нужно, я вам смогу отдельно показать. И вот эта вот карбоксиметилцеллюлоза в воде, она при замерзании формирует массу, похожую на лед, но она немного более пластична. И более того, карбоксиметилцеллюлоза препятствует образованию больших кристаллов. То есть образец у вас не повреждается снаружи, там, где была бы вода, при помощи такого вот заключения. Плюс, так как это достаточно твердое вещество получается, тверже, чем оси Т, в нем можно заключать, например, кости, зубы или какие-то другие плотные объекты, потому что в данном случае золотое правило микротомии любой, чтобы плотность объекта и плотность среды, в которой он был заключен, была примерно одинаковая. Тогда резко пройдет наиболее хорошо. Кроме нефиксированных тканей, которые можем таким образом с вами подготовить, мы можем точно так же работать и с фиксированными тканями. Мы можем тоже после фиксатора его моментально заморозить, можем заморозить ее в матрице, можем заморозить его в сети, и можем пропитать различными криопротекторами, наиболее часто это 30% сахароза, которая позволит избежать формирования кристаллов льда и вот этого неприятного явления. Собственно, как выглядит препарат с такими повреждениями? Вот с сайта Лейки картинка, где мышечная ткань при заморозке неправильной, медленной, без криопротекторов, оказалась повреждена вот такими кристаллами льда. То есть масса чем-то напоминает сыр с очень маленькими дырочками. И вот это вот типичная картина повреждения как раз при криозаморозке, которая возникает. Почему это происходит? Вода, она достаточно уникальна. Это одно из немногих веществ, которое при замораживании, при кристаллизации, при переходе, через фазовый переход, твердое состояние, оказывается веществом с увеличивающимся объемом. Ну, собственно говоря, почему у нас лед как раз-таки плавает на водоемах, а не тонет вниз. Конечно, это только один из вариантов льда. Есть лед более плотный, который будет как раз-таки уменьшать объем. Но при обычных условиях, при атмосферном давлении, при такой скорости перепада температур, которую мы можем достичь, при образовании льда объем будет увеличиваться. Что это означает? Это означает, что вот этот лед, образующийся, будет деформировать вашу ткань. Более того, при образовании кристаллов льда, лед будет пытаться в кристаллы, прежде всего, включить оставшуюся воду, дегидратируя ваши вещества, ну и, соответственно, отодвигая их на периферию образовывающихся кристаллов. За счет чего и получается такой дефект. Существует несколько вариантов льда, которые отличаются условиями возникновения, но в случае, если мы говорим о заморозке для криостата, все равно мы работаем с обычным гексагональным льдом, за исключением того, что можем контролировать размер кристаллов скоростью заморозки, ну и, соответственно, какой-то предварительной подготовкой нашего блока, чтобы уменьшить этот нежелательный побочный эффект. Поэтому для рутинной заморозки, если мы используем нефиксированный блок без какой-то фиксации, либо фиксированный блок, но без пропитки криопротекторами, важна именно скорость заморозки. Не важно, до какой конечной температуры мы заморозим наш блок, будет ли это температура жидкого азота, или будет ли это температура просто сухого льда, или просто минус 40 градусов, а важно именно, с какой скоростью мы сможем весь наш блок, весь его объем проморозить. Жидкий азот, конечно, очень хочется использовать, но здесь есть подводный камень. Жидкий азот, он изначально находится при температуре своего кипения. И это означает, что при погружении в него какого-то вашего препарата на границе между препаратом и жидким с большой теплопроводностью, какой-то хотя бы теплоемкостью, азотом, и вашим препаратом будет образовываться тонкий слой газа, ну, собственно, испарившегося азота, который будет уменьшать скорость заморозки. Сейчас, конечно, такое нам не позволит охрану труда показать, но раньше можно было студентам демонстрировать два интересных опыта. Первое, то, что можно было быстро опустить и вынуть руку из жидкого азота без какого-либо повреждения. А второе, под который, ну, несколько раз нам удавалось только продемонстрировать, так как все-таки требуют некоторых расходных материалов. Если возьмете два, например, растения, две розы купите, и попытаетесь их в течение двух секунд замораживать, одну из них в жидком азоте, а вторую в спирте, обычном этаноле, охлажденном сухим льдом до где-то минус 70 градусов. Вы увидите, что за две секунды, то есть просто взять вот эти две розы, опустить их одновременно в две емкости, вынуть, в случае сухого льда и спирта, эту розу можно расколоть, она полностью проморожена. В случае азота, хотя температура конечная, в принципе, ниже, за вот эти две секунды ваш препарат просто не успеет проморозиться. Ну и, собственно говоря, не будет вот такого замечательного эффекта, когда потом, достав два растения, ударив их об стол, можно увидеть, что то, что было в спирте, разлетится на мелкие куски, то, что было в жидком азоте, в принципе, ничего страшного не произойдет. Поэтому, если мы хотим быстро замораживать, нам нужны какие-то вторичные криогены, вторичные среды. Это может быть спирт, это может быть, хотя нежелательно, ксилол, это может быть изопентан, это может быть, ну, достаточно много разных жидкостей, которые можно для этого использовать. Ну и для сохранности, если у нас образец все-таки фиксированный, можно использовать различные криопротекторы. Наиболее часто используют сахароза, иногда еще глицерин, гликоль, во многих случаях может быть раствор бычьего сыворочного альбумина. Что делают эти вещества? Они, во-первых, уменьшают температуру образования кристаллов, а во-вторых, уменьшают сам по себе размер кристаллов при заморозке. Это не значит, что в случае пропитки сахарозой и медленной заморозки у вас не будет кристаллов, они будут сильно меньше. Ну и, конечно же, если вы вдруг захотите получить ваш образец в так называемом аморфном льду, это делается только для электронной микроскопии, для обычных гистологических работ этого не делается, то повышение температуры больше, чем минус 120 градусов в любом случае переведет ваш образец в кубический, ну а зачем в гексагональный лед. Опять же, в случае криостата на самую маленькую температуру, с которой мы обычно работаем, это минус 40. Меньше просто нам не нужно, поэтому работаем мы с обычным гексагональным льдом. Каким образом мы эту заморозку с вами делаем и что будет влиять теперь на качество, зная, что для нас важна именно скорость? Ну, понятно, прежде всего, размер блока. Чем больше блок, тем он медленнее будет замерзать. У него будет просто больше теплоемкости. Во-вторых, это теплоемкость самой по себе охлаждающей жидкости и ее, собственно говоря, теплопроводность. Поэтому, если у нас есть какой-то флоричный криоген, например, вы взяли изопентан, поместили его в стакан, вокруг которого лежит сухой лед отдельно, и здесь температура, скажем, там минус 50 где-нибудь градусов, то такой изопентан явно находится не при температуре кипения. И это означает, что ваш блок будет дотрагиваться непосредственно до вот этого холодного вторичного криогена, он не будет при этом испаряться, и за счет большей теплоемкости, больше теплопроводности, чем у газообразного азота, охлаждение пойдет быстрее. И еще раз отмечу, что важна именно скорость заморозки, а не конечная температура. Какие вторичные криогенные среды для быстрой заморозки используются, если мы говорим о нефиксированных тканях? Этанол. Самый простой, но, как вы помните, он может смешиваться с тканью, по краю ткани может растворять липиды, давать артефакты, в общем, есть проблемы с этанолом. Гексан. Уже получится. Гексан, в принципе, очищенный бензин, но, опять же, он может растворять липиды по краю ткани. Изопентан. Самая подходящая среда. Еще есть циклопентан, но, к сожалению, они достаточно дорогие. Но если вдруг есть возможность их приобрести, понятно, что их можно использовать многократно, они не портятся, это будет очень хорошо и удобно. Так называемая углекислотная слякоть. Когда у вас жидкая углекислота и, собственно говоря, сухой лед находятся в таком вот странном состоянии, либо вот этот вот лед, углекислотный, наструган мелко в спирт. И есть специальные препараты, вот такой, например, Presta Chill. По сути дела, гелевый холодильник. За счет расширения гелия сильно сжатого убирается температура очень быстро. И он может замораживать ваши препараты прямо на металлических держателях. Заморозка очень быстрая, качество препаратов хорошее. В основном, конечно, такие препараты интересны медицине, где нужно быстро изготавливать срезы с, скажем, интероперационного материала. Если мы говорим о необходимости после получения таких срезов какой-то масс-спектрометрии, например, малодевизуализации, так называемой молекулярной гистологии, ссылку на лекцию по ней я отдельно приложу, то здесь, конечно, от использования вот этого компаунда о сети недопустимо, потому что поливиниловый спирт это, понятно, вещество полимерное и на переследовании при помощи масс-спектрометрических технологий будет давать такую хорошую полимерную лестницу, уменьшая возможность наблюдения за вашими именно ионами интереса. Но возможно использование карбоксимецилцилциллоза и для изготовления обычных препаратов или препаратов для молекулярной гистологии. Итак, мы разобрались с вами с вторичными кириогенами, мы разобрались с подходами для нефиксированной ткани, что же можно делать с фиксированной тканью и какие протоколы здесь мы можем с вами предложить. Ну, во-первых, так как ткань уже фиксирована, мы можем сюда добавлять вот этот самый кириопротектор. Опять же, размер блока ткани будет зависеть от вашей пиологической задачи, но чем он меньше, тем лучше и быстрее будет промораживаться этот блок, тем меньше будет повреждений. С теплоемкостью, проводностью и температурой здесь все остается точно так же. И, в принципе, так как у нас как бы две фиксации, первая химическая, вторая физическая, мы можем уменьшать при необходимости время или концентрацию нашего химического фиксатора, если это по каким-то причинам необходимо. В обычном случае, после фиксации мы пробываемся в буфере, что посадки фиксатора не выпадали в осадок при замораживании. Помните, что фиксатор, перзабуферный формалин содержит фосфаты, и понятно, что в случае, если мы будем замораживать их, они выпадут в осадок. После промывки в буфере, после промывки, опять же, буфер здесь нужно смотреть, может быть, придется брать с меньшей концентрацией, или на самом деле готовить сахарозу, может быть, и без буфера в некоторых случаях, мы пропитываем 10-20% раствором сахарозы, и потом оставляем в 30% растворе сахарозы подольше, например, на ночь. Очень хорошо видно, когда ваш блок пропитался. Если он пропитался, то в этом плотном растворе сахарозы он должен упасть на дно баночки. Как только он упал, в принципе, у вас ткань уже хорошо пропитана, ее можно дальше использовать. Теперь нужно будет приготовить некий контейнер, например, пенопластовый, или стеклянный, или еще какой-нибудь, с изопентаном, собственно говоря, то же самое, два метилобутана иногда есть, под таким названием он, и обложить эту вашу емкость, вот как здесь, стеклянный стакан, и вокруг лежит сухой лед. Можно использовать и жидкий азот, но с жидким азотом, конечно, нужно быть аккуратным, поскольку запентан при такой температуре просто затвердеет, замерзнет в виде льда. То есть тут нужно будет контролировать температуру как-то очень аккуратно. Поэтому самый простой способ это обычный сухой лед. Дальше нам нужно будет промокнуть наш блок от сахарозы, и вот здесь такой кусочек протокола, который, скажем так, вызывает двойное трактование. Обычно в учебниках пишут, что нужно после этого положить его в форму с OCT и подождать некоторое время. Но OCT, как вы видели, блок наш пропитывать не будет. А вот из нашего блока сахароза уходить в этот раствор воды и поливинилоспорта будет хорошо. Поэтому при такой обработке очень часто край образца будет очень сильно портиться. Особенно если у нас ткань какая-то мягкая, эмбриональная или еще что-то. Поэтому вот эта рекомендация после помещения в OCT подождать 15 минут, ну, здесь нужно подумать. Если у вас есть необходимость сохранить край препарата абсолютно неповрежденным, наверное, нужно уменьшать это время. Или вообще, после промакивания сахароза помещение в OCT сразу же замораживать. Если же у вас край вашего препарата не очень важен, конечно, это позволит лучше перемешаться, то есть идти проникнуть во все углубления вашего препарата, чтобы резать было удобнее. Дальше. Вы помещаете при помощи пинцета форму пластиковую или металлическую с вашим препаратом и с этим OCT. Вот препарат, и вот OCT вокруг него лежит. На поверхность вашего изопентана. Но не погружаете. Почему? Если вы погрузите, то остывать он будет сразу же со всех сторон. и сформируется вокруг, ну, такой, скажем, лед. А дальше вода, как вы помните, у нас расширяется. И что произойдет с таким блоком, если вы его нырнете под поверхность изопентана, понятно. Он начнет замораживать с этих сторон, а дальше вода, которая была не заморожена в центре, его просто расколет. И у вас будет хорошо расколот и чаще всего несколько частей блок. Если же вы будете замораживать вот так вот, держа его на поверхности, то эта проблема будет сильно упрощена, потому что сверху будет оставаться еще не замороженный кусочек, где вода, когда расширяется, может, может, сформировать вот такой, даже конус будет видно на вот этом вот препарате, где выступит лишняя вода при расширении. Дальше хранить такие блоки можно. Лучше хранить на минус 80, чтобы не происходило значительной сублимации воды. И, опять же, чтобы сублимации не было, чтобы ваши блоки не высохли, нужно обернуть фольгой и взять запечатанный полиэтиленый пакетик, чтобы вода, которая все-таки будет сублимироваться, была в равновесии с тем, что с блока будет уходить, то есть, чтобы можно было хранить в некоторых случаях до нескольких лет. И, в принципе, такую библиотеку действительно можно держать. Чем такая библиотека замороженных образцов хороша? В случае нефиксированной ткани, понятно, у вас там остались условно интактные белки, липиды, и какое-то время при такой температуре они себя будут вести хорошо. В случае фиксированной ткани, ну, тут выгода не столь очевидна, однако, опять же, можно этот блок потом порезать как-то в дальнейшем, но вы уже остановили все процессы, которые могли здесь происходить, у вас фиксация уже двойная. Вы можете тогда подфиксировать химически его не очень сильно, но зато оставив при такой заморозке сохранить его в хорошем состоянии. Итак, мы рассмотрели два варианта подготовки, это для фиксированной и нефиксированной ткани, и какие параметры у нас теперь при резке есть. На прошлой лекции мы разбирали такой параметр, как угол наклона ножа, здесь все остается точно так же. Мы с вами разбирали ориентацию образца, чтобы нож встречался в начале своего пути с мягкой тканью, только в конце встречался с твердой, чтобы не было компрессии ткани. Мы с вами чуть-чуть говорили про скорость трески. Для резки парафиновых блоков это было не столь важно, хотя, опять же, помните, если большая скорость, то возможно было повреждение поверхности блока, баницианские шторы, так называемые и так далее. Здесь скорость трески будет иметь гораздо большее значение. Но у нас с вами появился еще один параметр, которого пока что не было. Это температура. Резки температуры, при которой мы наш образец собираемся использовать для микротомии. И здесь есть некое правило. Если вы еще не работали с вашим типом ткани, у вас какой-то новый тип ткани, то если она не фиксированная, нужно брать вот такой вот диапазон температурный. Где-то от минус 15, но я бы на самом деле сказал до минус 25. Если ткань фиксированная, замороженная, то лучше вначале попробовать в диапазоне от минус, скажем, 7 до минус 15. Больше нагревать, чем минус 7, нет смысла, потому что при минус 5 начинает плавиться вот эта осетия, если вы ее используете. Больше, чем минус 15, при фиксированной ткани нужно смотреть, но, конечно, чаще всего не нужно. Если вы знаете, какая у вас ткань, положим, фиксированная, то здесь можно уже более разумно подходить к этим значениям. Для мозга, лимфатических узлов, почек, костного мозга, температура будет достаточно небольшой, 5-15 градусов. Если вы будете использовать кожу без жировой ткани, прочную, кишечную ткань, где, опять же, есть прочная снижительная ткань, желудочную железу, простату и так далее, то температура уже нужна нам ниже. А вот если вы теперь используете жировую ткань, понятно, что она мягкая, и резать ее при температуре высокой сложно, а молочные железы, сальник или кожу с жировой клетчаткой, то температуру придется делать очень низкой. Почему? Нам нужно, чтобы у нас твердость всего образца была примерно одинаковая. Понятно, что жировые включения будут иметь низкую плотность, и чтобы они резались хорошо, их нужно хорошо заморозить. Особенно, если вот такой сложный образец, как кожа с жировой клетчаткой, где у вас есть что-то твердое в виде дермы, и, соответственно, подкожная клетчатка, которая мягкая. Ну и с ориентацией здесь есть несколько подходов. Таким образом, с температурой мы еще с вами посмотрим, у нас остается то, что касается угла наклона ножа. Здесь все то же самое, что мы с вами говорили и по поводу микротомии. Точно так же с одной из сторон держателя ножа у нас есть разметка на градусы. Единственное отличие, которое здесь есть, чаще всего угол здесь больше, где-то 2-7 градусов. И это все тот же самый задний угол ножа, угол зазора или клиренс-энгл, как хотите его можно назвать. Вот он размечен. Еще одно отличие, которое может здесь тоже быть. Тип ножей чаще всего используемый С, хотя иногда используются ножи Д для каких-то очень плотных образцов ткани, для метода Каламотосана как раз. Но эти ножи чаще всего, если мы говорим об одноразовых ножах типа С, покрыты покрытием из чего-нибудь напоминающего тефлон. Во-первых, они при этом не ржавеют, во-вторых, к ним не прилипают средства. То есть, чаще всего для креостата специальные ножи идут, которые как раз имеют надпись, что они пригодны для использования в креостатирующем микротоме. Итак, отличие, которое у нас есть. Ножи лучше брать тогда специальные для креостата, хотя можно и обычными резать, но они могут ржаветь, несмотря на то, что они сделаны за нержавейки. Задний угол нам нужен немножечко побольше. Помните, там был 1,5 градусов, здесь 2,7. В этом где-то диапазоне нам нужно будет искать. Ну и в принципе, только два типа ножей используются в креостате С и Д. с углом все то же самое, за исключением того, что я говорил, что этот угол должен быть немножечко здесь уже побольше. Как его подбирать? Мы с вами помним. Уменьшаем до, скажем, 1 градуса, режем, смотрим, если при этом возникают вот такие проблемы, у нас режется не очень хорошо наш срез, как-то меняется, царапается, значит, этот угол нужно увеличивать. Как только у вас получился более-менее приличный срез и нету вот этих повреждений, все это тот угол, на котором вам имеет смысл продолжать дальнейшую резку. Угол дальше вы не меняете. Для нашего микротома, если мы вернемся на слайд 1, то вы увидите, что 2,5 градуса это вот самое такое часто встречающееся и разумное значение угла наклона ножа. Что будет, если угол ножа будет слишком маленьким и слишком большим и как это можно диагностировать? Если угол у нас слишком маленький, то есть несколько таких характеристических проблем. Во-первых, могут чередоваться срезы толстой, тонкой или вообще один раз вы ведете у вас ни одного среза нет, второй раз достаточно толстый срез получается. Почему? Ножик просто как бы сбривает на обратном ходе или на ходе прямом своей вот этой нижней частью часть блока. Вторая проблема, которая здесь может быть. Срезы есть, но они с дырами мятые, приплюснутые. Если ткань твердая действительно или блок твердый, то это может быть частичные срезы. Когда при срезе вы первый раз срезаете, скажем, верхнюю часть блока, второй срез делаете, у вас нижняя часть блока срезается, а верхняя пропускается. И если ткань твердая, возможно, еще вот такие венецианские шторы. У вас толщина гуляет. У вас нож закапывается в блок, кто из него выходит. И самое неприятное, что может быть, если слишком маленький угол, вы можете ваш блок просто сцарапать с подложки. И он просто отвалится. Обратная крайность. Слишком острый угол ножа. Во-первых, он может закопаться и оторвать блок от подложки. Но это будет видно, что это не именно за счет трения, а нож начинает на себя блок тянуть и уходит все глубже и глубже. Возможно формирование чаттера, то есть совсем мелкого изменения толщины препарата, если блок достаточно твердый. И всегда при резке в криостате ваш блок будет заворачиваться в свиток, но здесь он будет совсем-совсем плотно заворачиваться в свиток, который практически невозможно расправить нормально. Ну и последний вариант, который возможен при слишком остром угле, у вас блок не режется, а как стружка с мыла выкрашивается. Ну и опять же для криостата здесь нужно сказать, что это где-то 2-7 градусов максимально, а если у вас нож оказывается на меньше или на большем значении, скорее всего это не совсем правильно. Давайте посмотрим на следующие проблемы, которые здесь могут возникать царапины, которые перпендикулярны нашему ножу. Вот такие белые полосочки, либо вот такие полосочки с дырками, и чаще всего срез вокруг него вот так сминается. Возможно повреждение ножа, хотя это достаточно редко, и гораздо чаще это повреждение и грязь либо на обратной стороне ножа, и это можно убрать при помощи амперфильтровальной бумажки аккуратненько разрезать, или кисточки, или опять же бумажка протереть заднюю часть. Или это повреждение грязь, если пользуетесь антироллерной пластинкой на переднем крае вот этой вот блока стекла, который используется в такой пластинке. Чуть реже встречаются включения в препарате в самом твердой, на видео я как раз покажу такой случай, и совсем редко получается это действительно настоящее повреждение ножа, когда царапина возникает именно за счет того, что сама вся кромка ножа была каким-то образом повреждена. Следующая проблема, которая возникает. О сети, в которой препарат заключили при заливке, режется хорошо, как видите, а сам препарат как-то так выкрашивается частями. Понятно, что если бы угол ножа был бы совсем-совсем неправильный, то скорее всего выкрашивалось бы все. Но то, что может быть, первое совершенно неожиданное, если вы только начинаете резать это первые срезы, как здесь, с вашего блока, то вот такая картинка может говорить о том, что вы ваш блок перед тем, как заливать все сети, заморозили и дали ему некоторое время полежать. И на нем образовалось просто ини. Естественно, ини режется плохо, вот если это первые срезы, наиболее вероятно просто ини на блоке, прежде чем вы его этим у сети сверху залили. Возможно, конечно, инородное включение, но это вы сами увидите сразу. Возможно, что еще не успел полностью проморозиться блок, если вы замораживаете прямо в криостате, ему нужно дать достаточное время для этого, и, собственно говоря, это может быть показателем. Второе, что может быть из наиболее вероятного, это то, что у вас ваш блок состоит из тканей с разными свойствами. кожа, дерма и жировая ткань, которая под ним находится. И здесь тогда придется либо восстанавливать этот дефект, если это выкрашилось, либо менять температуру, а может быть менять ориентацию блока, чтобы эта деформация была минимальной. Тут уже подбирать придется параметры вручную. Параллельные кромки ножа, линии, нож у нас где-то вот так вот расположен снизу. Ну и, соответственно, как видите, линии в данном случае так называемый чаттер, выкрашивание. И наиболее частое явление, если это чаттер такой достаточно низкочастотный, что-то не закреплено. Вот на моем, по моему опыту, это, наверное, 90% случаев. Не закреплен ножик, не закреплен держатель ножа, не закреплен до конца держатель препарата. Увидеть, что в криостате очень много ручек, и какую-то из них можно совершенно спокойно забыть поставить нужное положение. Вторая проблема. Слишком холодно. Блок у вас очень твердый, и нож действительно его вот так вот корябает. Тогда нужно температуру блока будет повышать. Если вдруг нож у вас далеко за границами от 2 до 7 градусов, обычно на наших микротомах от 2,5 градуса стоит, то, возможно, у вас очень большой угол ножа, тогда его нужно уменьшать. Возможно, слишком толстый срез. Я уже говорил, что микротом, к сожалению, не может делать толстые срезы. 30 микрон это еще возможно, 50 микрон это уже, ну, скажем так, имеет свои ограничения, 100 микрон вы, конечно, нормальный срез уже не сделаете. Слишком высокая скорость резки. Блок просто не успевает при вот такой резке после деформации вернуться в нормальное состояние, резать медленнее. Если это первые срезы и вот такие вот шторы, вы видите, то, возможно, тримминг, обрезка блока, выравнивая площадки для резки была очень агрессивной. Это остатки от такой резки. Очень редко может быть, что это тупой нож. Ну и, опять же, возможно, это очень твердый блок за счет того, что просто воды в препарате очень много и очень обводненная, скажем, какая-то ткань, тогда, конечно, нужно использовать фиксацию, криопротектор, либо заключение в специальные матричные растворы в ту же самую карбоксиметилцеллюлозу. Оставшиеся проблемы. Срезы всегда при резке будут загибаться в криостате. Тут никуда не деться. Понятно, почему это будет происходить. Но иногда это загибание становится совсем-совсем неприятным, сильно выраженным и не получается ни кисточкой его убрать при резке, сопровождая препарат, ни при помощи антироллерной пластинки, ну вот, закручивается он свиток и все. Тогда есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первое. Температура. Так как вы режете ножом ваш блок, то вот здесь, в этом вот месте, в этом месте перегиба происходит сжатие вашего препарата. Причем сжатие, если мы нарисуем, оно неравномерное. Вот у вас здесь был нож. То вот здесь препарат, как видите, сжимается в этом месте сильно больше, чем вот в месте, где он, в принципе, будет дальше разрезан. И если у вас толстый срез или если температура очень низкая, в данном случае температура уже не самого блока, а камеры, где он находится, ножа, то возможно, что от этого места не хватит времени или возможности расправиться. И тогда, естественно, так как вот эта вот часть не будет под напряжением, у вас срез будет заворачиваться в такой красивый рулончик. Опять же, еще раз скажу, что при резке в криостате срез всегда немножко закручивается. Это абсолютно нормально, этого не избежать, но если действительно такой плотный рулончик, нужно что-то с ним делать. И первое, это температура камеры. Можете оставить температуру блока такую же, если вам нужно, чтобы получать хорошие срезы. А если температура камеры будет больше, скажем, блок у вас минус 20 градусов, а камера, скажем, минус 15 градусов. Ну, соответственно, и нож минус 15 градусов. Срез при прохождении через нож будет нагреваться до этих минус 15 градусов и, возможно, за счет этого он будет уже иметь меньшую деформацию, скажем, вместо вот такого свитка он будет вот таким образом себя вести. Ну, самое невероятное, слишком большой угол ножа. Мы с вами уже поговорили, как на самом деле правильный угол выбрать, но тоже возможно. Вторая проблема, которая у нас не была настолько хорошо выражена в обычном микротоме, это то, что срезы могут клеиться на нож или на столик, следующий за ножом. Здесь самое частое, что может быть, температура образца ножа или столика. Она слишком высокая и за счет этого часть среды при резке нагревается и просто прилипает к какой-то части вашего микротома. Следующая по вероятности часть это грязь на передней части блока, например, какое-то включение, которое не позволяет ему нормально заморозиться и, естественно, это включение, если оно не замерзло, оно стало слипким при такой температуре, будет за собой тянуть весь срез и прилипать. Также себя ведет грязь на ноже, которую нужно почистить. Ну и, опять же, крайне маловероятно, но, возможно, слишком малый угол ножа. Последняя проблема. Срезы не то, чтобы в рулончик закручиваются, а сминаются. Самое вероятное это то, что очень маленькая толщина срезов для данной температуры. Нужно увеличивать толщину среза. Как я уже говорил, 7 микрон это, наверное, такой разумный минимум. Некоторым удается резать 5 микрон, но это уже очень редко. Если нужны будут тонкие срезы, то там уже будет метод Кавамотосана как минимум. Второй вариант. Температура. Мы можем, опять же, сделать наш срез лучше справляющимся с такой деформацией, если мы его с вами заморозим. скорость резки. Здесь как раз может быть слишком малая скорость резки. У вас срез не успевает отойти от ножа и за него цепляется. Ну и жировая ткань, самая сложная как раз таки для резки в криостате, тоже возможная проблема. Для крепления, заморозки образца и дальнейшей работы есть несколько техник. Я вначале расскажу про традиционную технику подготовки образца для работы в микротоме замораживающем, а потом посмотрим еще два подхода технику доктора Питерса и технику Куамото Сана. Традиционная техника. Вы замораживаете ваш образец прямо на вот таком держателе образцов. Они бывают разных размеров, разных типов. Мне больше всего нравятся вот такие, потому что на них лучше всего держится блок и гораздо меньше шансов его потерять. Потому что на этих круглых при резке он иногда начинает вот по этому же кругу смещаться. И дальше вы устанавливаете, ориентируете образец, вы его замораживаете, после этого переносите в держатель образца уже непосредственно в микротон, устанавливаете нож, регулируете наклон-здвиг вашего образца так, чтобы вывести сразу же его в плоскость резки максимально хорошую. Обязательная часть проверка крепления ножа, держателя, всего что есть, потому что это 90% всех проблем, которые возникают при резке. Дальше вы подводите нож к вашему образцу, причем желательно при таком подводе регулировать именно передвижение самого ножа, а не блока. Потому что если у нас есть наш бермикротон, и у вас очень далеко выдвинут блок, который вы собираетесь резать, а нож где-то здесь стоит, то все вот это расстояние может быть подвержено вибрациям, смещениям, и качество срезов будет плохое. С другой стороны, если вы выдвинете из вашего микротома его ненадолго, где-то вот на такую часть, а подвинете ножик, что тоже возможно, то для возникновения вибрации у вас останется только вот такая небольшая часть, что чаще всего даст лучшее качество срезов. Подвели, чаще всего нож подводим, образец у нас максимально убран внутрь, делаем тримминг толщиной не более 50 микрон, то есть затачиваем вот эту часть нашего образца, чтобы она была плоская, чтобы можно было резать, выходим в плоскость резки, и дальше режем либо с использованием кисточки, что на самом деле удобно после некоторой тренировки, либо антироллерной пластинки. Антироллерная пластинка вещь хорошая, но это такой костыль. Если вы научитесь резать хорошо с кисточкой, то вы научитесь хорошо пользоваться антироллерной пластинкой. Если с кисточкой не научитесь резать и настраивать микротом, то антироллерная пластинка, конечно, вряд ли вам сильно поможет. Как все это выглядит в настоящем микротоме криостатирующем? Вот это охлаждаемый столик, где стоит уже держатель нашего препарата, на котором мы этот препарат с вами помещаем. Это традиционная техника, поэтому мы с вами сюда налили OCT. Вот он видно, что он налит. Он еще жидкий, вот он начал чуть-чуть здесь кристаллизоваться белым, но еще жидкий. Добавили сюда и сориентировали наш образец. Это нужно делать быстро, потому что замерзает это очень активно. И дальше, чтобы заморозка была быстрой, мы можем использовать вот такой вот грузик металлический. он здесь на пружинке, поэтому он не будет сильно давить на наш препарат. У него странное название бывает, иногда аккумулятор холода, действительно, железка охлажденная. Его можно поставить сюда же, на наш же препарат, сверху. И за счет пружинки он не будет его сильно раздавливать, но замораживаться препарат будет тогда и сверху, и снизу. Ну, и давайте также посмотрим, как это выглядит, если мы его таким образом поставим. Но перед этим мы обычно препарат еще доливаем вот этим OCT, чтобы, если препарат сложный, как здесь два полушария мозга, чтобы они не разваливались. Дальше ставим сверху наш вот этот блок, даем ему некоторое время охладиться. Если мы хотим вначале охладить наш препарат, он у нас тонкий, а потом его уже наклеивать на держатель, это можно сделать вот здесь. Видите, есть такие отполированные две части, нижний аккумулятор холода, верхний аккумулятор холода, и можно между ними препарат, условно говоря, немножечко придавить, тогда это охлаждение произойдет вообще очень быстро и с исключением небольшой потери формы качественно. Мы замораживаем прямо здесь на вот таком держателе. Для быстрой заморозки можно еще воспользоваться заморозкой на столике самого микротома. Помните, я говорил, что они бывают охлаждаемы специально у некоторых микротомов с охлаждаемым столиком уже самого микротома есть возможность поставить так называемую быструю заморозку. Минус 56, минус 60, может быть, еще больше градусов. Но это больше для тонких, конечно же, срезов. Получили мы с вами такой замороженный наш образец. Видите, у него верхняя часть использовала для заморозки, снизу замерзал. Ну и этот блок был еще пропитан криопротектором, поэтому особо быстрой заморозки мне здесь Дальше мы крепим его уже непосредственно на столик нашего микротома. И этот столик, как видите, можно немножечко регулировать. Во-первых, есть вот такая часть, флажочек вот такой, который до того момента, пока он не поднят, он позволяет вам при помощи нескольких ручек, они здесь вот так спрятаны, вот одна ручка, вот вторая, регулировать положение блока, то есть как бы в этом направлении его можно перекашивать, чтобы вывести в плоскость, и, соответственно, вторая ручка вот в этом направлении перекашивать. Для того, чтобы вывести вот эту плоскость, которую вы будете резать, соосно с плоскостью ножа, чтобы сразу же первый срез уже был не косым, а достаточным. Что нужно помнить? Что этот флажок необходимо вернуть в фиксированное состояние, прежде чем вы начнете резать, потому что если вы этого не сделаете, ваш препарат будет прекрасно болтаться. Второе, если вы этот препарат поставили, не забудьте его зафиксировать вот этим винтом, который сам по себе препарат, его держатель сжимает вот здесь. Если вы какой-то из этих винтов, вот этот вот, номер один, или вот этот вот, вот этот флажок номер два, не закрепите, хороших срезов вы, естественно, не получите. Этот держатель для этого микротома он охлаждаемый, это видно вот по этим двум трубкам с фреоном, которые здесь идут, поэтому можно поставить для него какую-то свою температуру дальше для резки. Значит, после того, как мы все это сделали, мы можем перейти к подводу ножа непосредственно к нашему препарату. Помните, то, что я говорил, что нам лучше ножик подвести к препарату поближе, а не вытягивать препарат максимально далеко из нашего микротома. То есть препарат вначале мы отводим насколько можем назад, дальше есть ручка вот эта, которая позволяет всю платформу с ножом двигать вперед-назад и подводим ее теперь к препарату. Попутно проверяем, на каком угле наклона у нас стоит ножик, дальше проверяем вот эту ручку, которая ножик сам по себе закрепляет, и вот эту ручку, которая на самом деле позволяет нам ножик передвигать параллельно и с другой стороны ручка, которая фиксирует наклон. То есть видите, сколько много ручек, нужно обязательно проверить, чтобы они были точно зафиксированы. Любая из них до конца не опущена, до конца не закреплена и вы получите вот эти красивые венецианские шторы или через срез у вас будет резать ваш микротом. Значит, подвели мы этот ножик и дальше после этого мы можем начинать тримминг и дальше резку. Я покажу в первом виде в первом видео традиционные техники подвод блока, получение первых срезов и несколько вариантов снятия препарата с уже нашего криостата на стекло. Давайте посмотрим это видео. и я попытаюсь дать некоторые комментарии. Блок закреплен, флажок, как видите, опущен и сейчас нам нужно будет выровнять и подвести все для нормальной резки. Был подведен ножик первым, ножик я еще подвожу. А теперь можно включить уже режим тримминга на микротоме и начать делать первые срезы, чтобы выровнять площадку. Вот мы ее выровняли. Первые толстые срезы, которые, скажем, нас не интересуют, мы можем убрать. Обратите внимание сразу же на несколько моментов. Когда будете работать, очень удобно использовать вот эту часть в качестве опоры. Видите, сюда можно положить спокойно мизинец и тогда вы сможете кисточкой очень аккуратно работать с вашим срезом. И техника работы кисточкой заключается в том, что в момент, когда ваш срез только начинает появляться, когда вы только дотрагиваете до ножа, вы сверху кисточкой его как бы сопровождаете. То есть движение вы дотронули здесь до края вашего среза и пока он будет резаться, вы его сопровождаете вот по этому столику вниз. Его не надо сюда очень сильно притаптывать, потому что он тогда просто приклеится. И это очень такое тонкое движение. На самом деле очень интересно его начинают учить, давая вообще в руки обычную припоровальную иглу. Для чего? Чтобы понять, как за срез взяться, чтобы его не притаптывать к вот этой вот части или к ножу. И на самом деле это требует неких навыков, как из данной велосипеде. 3-4 часа первых вы потратите, потом это будет такое же автоматическое движение, координация руки с этой стороны, которая поворачивает ручку и позволяет вам двигать срезы, делать, и руки, которые держат здесь кисточку. Напоминаю, что здесь есть возможность опереться немножко, чтобы рука не дрожала мизинцем на часть роллерной пластинки, когда она в таком положении. давайте дальше посмотрим, как будет отрезка происходить. Видите, кисточкой можно сопровождать, когда режете, вот только дотрагиваетесь, тут же кисточкой можно вот таким образом сопроводить. Сейчас срезы пока толстые, поэтому отрезаться крайне легко. Дальше можно будет при тонких срезах это показать более подробно. Предположим, дошли до того места, которое вас интересует уже для работы, можно будет после того выставить срез необходимой толщины и попробовать сделать срезы уже потоньше. Сейчас уже стоит 12 микрон, видите, срез гораздо тоньше, он гораздо лучше загибается, но вот можно таким образом, в принципе, 12 микронный срез вполне неплохо тоже нарезать. и вот они, так как температура здесь правильная, как видите, даже не загибаются сильно, передержали кисточкой, введем, не дотрагиваясь до поверхности, чтобы он не закручивался, и у нас получается вот такой вот красивый срез. Их можно выровнять при необходимости, дальше мы можем забрать со столика несколькими способами. И первый способ это будут экспресс-способы, которые позволяют прямо со стола забрать эти срезы на стекло. Значит, самый лучший способ, на самом деле не экспресс-способ, это способ переноса этих срезов на воду. Но понятно, что переводить на воду для монтирования мы эти срезы можем только в том случае, если они фиксированы. Если мы не фиксированный материал, тонкий, 12 микрон, попытаемся перенести на воду, он, естественно, расплывется, и тогда придется использовать экспресс-варианты съема препаратов на стекло, то есть такого монтирования. Но при экспресс-вариантах расправлены они будут хуже, то есть качество их расправления, конечно, на стекле будет оставлять желать лучшего. Тем не менее, давайте посмотрим для начала традиционные варианты снятия, ну, а потом несколько дополнений. Вот наши три среза с предыдущего видео и мы с вами просто берем теплое стекло, посмотрите, снаружи и аккуратненько подносим мок срезом. За счет капиллярного эффекта, видите, срезы остались на стекле, от них остались отпечатки там, где они испарялись, но сами все срезы на стекло полностью перенеслись. Второй вариант. Если вам резать ваш препарат достаточно сложно и ваши срезы загибаются, смотрите, что можно сделать. Можно вот здесь не дорезать до конца и потом поднять держатель препарата. После этого расправить прямо на месте среза вот то, что у вас получилось и снять ваш срез точно так же теплым стеклом прямо с этой части держателя. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. О, расправили, видите, он теперь более-менее ровненький, зафиксировали, чтобы у нас не ушел никуда блок, чтобы мы не порезали руки, взяли теплое стекло, поднесли аккуратненько, не дотрагиваясь до самого блока, через некоторое время он за счет капиллярного эффекта так притянется, и вот наш срез оказался на стекле, более-менее расправленный. Еще один вариант. Если нам нужно работать с, скажем, сублимацией потом срезов, или мы хотим посмотреть на активность тогда мы не можем наш срез переводить опять в воду. Мы должны его положить на стекло уже на холодное и оставить в криостате, чтобы произошла сублимация воды и получить такой высушенный безводный срез. В этом случае стекла уже взяты были отсюда, вот из криостата уже охлажденный, мы просто его можем прямо с нашего столика аккуратненько перенести на стекло. Чуть-чуть в местах, которые очень важны, кисточкой можно прижать и к хорошо очищенному стеклу такой срез приклеится. Ну и дальше можно положить здесь же в криостате для того, чтобы произошло вот такое замораживание. Последний вариант, некий вариант близкий к методике Кламота, есть специальные клеи, которые при низкой температуре сохраняют свою клеевую способность и специальные пленки. И тогда можно определенным способом резать ваш препарат на такую пленку, за счет чего он дальше останется, видите, на самой пленке. Ну и тогда можно еще резать тонко. Если мы сделали такие препараты, то есть несколько особенностей окраски. Предположим, у нас препарат нефиксированный и понятно, что если он не был зафиксирован, нормальная окраска гемотоксина маязином у нас не получится. Медики очень любят быстрые протоколы, чтобы можно было быстро получить результаты. И вот один из таких быстрых протоколов приведен здесь. Фиксация производится уже среза на стеклах, то есть срез прямо из вашего криостата сразу же помещается вот в такой раствор, чаще всего комнат температуры, где есть формалин забуференный, где есть 70% этанол, ну и иногда добавляется, чтобы не трескались срезы сильно, уксусная кислота до 5% добавляется. Это такой псевдофиксатор, если хотите, быстрый. Дальше есть несколько протоколов очень быстрой окраски на гемотоксин иазин. Конечно, качество такой окраски оставляет желать лучшего, но посмотрите на все время окраски. 60 секунд, скажем так, 5 секунд, 10 секунд, 5 секунд, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ну и 20 секунд на заключение. То есть за 4 минуты можно получить уже окрашенный препарат, причем, заметьте, здесь без дифференцировки, здесь в принципе отмывается только лишний краситель, вы его не перекрашиваете, иазин отмывается в первом же спирте, который используется для обезваживания, сколько он смог отмыться, поэтому понятно, что здесь качество препарата будет не очень высокое, но тем не менее зато можно это сделать очень быстро, но важное замечание, если препарат у нас не фиксированный, перед окраской нам все-таки какой-то вариант фиксации, хотя бы вот такой быстрый, пригодится, понадобится. для облегчения резки, чтобы кисточкой так вот постоянно не работать, и в некоторых случаях даже можно получить ленточку срезов, но это нужно очень сильно постараться, можно использовать так называемую анти-роллерную пластинку, пластинку, предотвращающую закручивание срезов. Пластинка выглядит вот так, она стоит прямо над ножом, и в идеальном случае, если все настроено хорошо, то эта пластинка позволяет срез, который начинает изгибаться, прижать, то есть, если вы здесь режете ваш срез, он здесь загибается, он должен удариться уже о нижнюю часть пластинки, ни в коем случае не о ее острый край, и за счет этого между пластинкой и столиком остается очень небольшой промежуток, ну, например, 50 микрон, и тогда срез, скажем, 20-ти микронной толщины замечательно в этом промежутке оказывается, но ему деваться некуда, он же закрутиться не может, потому что он ограничен с одной стороны столиком, с другой стороны стеклом. Если же эта пластинка анти-роллерная установлена неправильно, и она выступает вперед ножа, то понятно, что она будет царапать блок, и срезов вы нормальных не получите. Если она стоит слишком далеко, или расстояние слишком большое у вас между ножом и этой пластинкой, то вы получите вот этот вот рулончик срезов, к сожалению, то есть проблему анти-роллерная пластинка тогда у вас не решит. И эта настройка это то, что требуется сделать. Как узнать вот это вот расстояние, которое у вас есть от ножа, от столика до стекла. Оно обычно указывается на самой пластинке, где-то вот здесь. на данном случае это 50 микрон, либо еще некоторые фирмы любят использовать обозначение типа H, L, M, High, Low, Medium. Ну, это нужно смотреть тогда уже в описании к микротому, что под этим криптическими названиями означает. смещение пластинки вперед-назад это вот этот винтик и соответственно вы должны настроить так, чтобы у вас было не слишком близко, чтобы не царапало по блоку, было не слишком далеко, чтобы не было вот такого закручивания и вот было какое-то вот такое расстояние. Что важно с антироллерной пластинкой? Она, конечно, прекрасно облегчает жизнь, под ней срезы получаются ровными, правда, когда вы поднимаете антироллерную пластинку, они все равно будут пытаться закрутиться, но она должна быть очень чистой, потому что любая грязь, любое загрязнение просто заставит препарат к ней прилипнуть. Край должен быть беззазубрен, потому что вот если на этом крае есть где-то выбоинка, срез сюда, если у вас попадет, он, естественно, здесь прилипнет и начнет закручиваться. Ну и последнее, у вас не должно быть на этом материале статики, поэтому, например, стеклышки, которые используются, они с покрытием, которое делают электропроводными, и с этими стеклами нужно, опять же, быть очень аккуратным. Почему? У нас там мало влаги, очень хорошая статика собирается, и за счет статики эти срезы могут прилипать к этому стеклу, после чего будет очень сложно избавляться от этой ситуации. Вот, так что стеклышки специальные, достаточно дорогие. и если у вас все хорошо настроено, то резать, конечно, с такой пластинкой это одно удовольствие. Давайте посмотрим, как это выглядит в случае, если все хорошо и правильно. Вот сама антироллерная пластинка, ее можно вот так поставить при необходимости, и видите, срез оказался вполне себе ровным, причем резать можно очень быстро. так как у меня очень много вокруг моего среза вот этого дополнительного компаунда, то, конечно, кусочек ее немножечко закручивается. Ну, вот, видите, срез, и опять же, можно сделать еще один срез точно так же, и положить его на стекло еще рядом при необходимости. Какая проблема была в традиционной методике, которую мы с вами рассмотрели? Ну, во-первых, мы с вами формировали плоскость нашего среза сверху нашего препарата вот этим вот, как его можно назвать, аккумулятором холода, если хотите. И это приводило к тому, что наш образец, он слегка давился, видите, его форма уже получалась неровная. Плюс вот эта вот первая часть была покрыта еще некоторым количеством OCT, то есть, несколько срезов мы с вами теряли. Плюс мы не могли его точно вывести в плоскость. Мы не могли здесь несколько объектов разместить ровно. И эта проблема решается так называемой техникой монтирования по доктору Питерсу. Сравнительно недавно появилась. Какая идея лежит под этой техникой? Аккумулятор холода мы берем вот такой интересной формы с углублением. И тогда в это углубление мы можем положить наши образцы вот сюда прямо в эту часть. И сориентировать их. Понятно, что как мы их только положили, они здесь начнут примерзать. Таким образом мы можем несколько образцов так положить как нам угодно. Так как большая достаточно масса у этой металлической чурки, то промерзать наши образцы будут хорошо, быстро, без повреждений. Мы можем несколько образцов теперь упорядоченно выложить, залить сверху OCT компаундом и перед тем, как он затвердеет, сверху прямо на него положить теплый держатель. За счет чего у нас получится очень хороший контакт между держателем и этой OCT. И понятно, что он начнет промерзать снизу, то есть препарат у нас будет промерзший достаточно хорошо сразу, а вот эта часть за счет этого хорошо в жидкое OCT погрузится и когда он затвердеет, ее будет от этого столика практически не отодрать. Дальше мы можем сюда поместить еще такую же колобашку металлическую, чтобы остывание это произошло быстрее. Сколоть этот образец, вот этот наш держатель теперь в таком виде находится, но посмотрите какой у нас плюс получился. Мы смогли сориентировать все образцы, это первое, а второе, вот эта плоскость, которая была внизу, вот на поверхности, вот здесь, она оказалась теперь здесь наверху, то есть это плоскость первого среза, и у нас все образцы уже на эту плоскость выровнены, то есть буквально первый срез уже можно пустить в работу, и нету деформации, как вот в этом случае, когда мы пускаем сверху какой-то тяжелый блок, так как образец у нас замерзал без какой-либо значимой нагрузки сверху. Давайте посмотрим, как это выглядит на видео. Прежде всего, вот этот блок металлический с углублениями, в который мы теперь можем переложить наш образец, уже смешанный с осей T, чтобы было удобнее, и так как замерзает это не очень быстро, мы можем его еще и сориентировать, прежде чем дальше его использовать. Вот у нас есть время некоторое для его ориентации. И вот он теперь смотрите, как быстро начал замораживаться. Видите, просто на глазах это все происходит. Можно теперь залить его тему сети сверху, с избытком поставить держатель, поставить сверху чурочку для того, чтобы быстрее охлаждение произошло, такой аккумулятор холода своеобразный. И через 5 минут сделать просто вот такое скалывание. Вот у нас наш образец. Первый же срез, который будет, это будет уже срез практически ткани. Вот мы его делаем. В принципе, вот можно уже брать на предметное стекло при необходимости 12-ти микронный срез, с которым удобно работать. Как видите, форма для резки у нас очень удобная, с закругленными краями. Один из краев можем срезать, чтобы сохранить ориентацию при необходимости. Резать его очень удобно и вручную, и с пластинкой. Движение кисточка, как видите, здесь очень легкое для сопровождения. ну и предположим, дальше, когда мы режем наш блок, у нас может возникнуть необходимость что-то в нашем блоке поправить. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, во-первых, опять же, снять мы теперь можем с нашего блока, если мы хотим, расправленный срез, и вот таким образом поставили на стопор, чтобы у нас не ушел блок. Теплое стекло взяли, дотронулись, и, видите, срез даже немножечко расправился на стекле. Вот он у нас может дальше пойти в работу. Но предположим, что мы дорезали теперь до какого-то участка, и там есть какое-то твердое включение. Не знаю, микроэлектрод забыли. Или он там обломился, или еще что-то. В принципе, это можем тоже поправить. И сейчас я попробую это продемонстрировать. Так, несколько срезов мы сейчас пропустим. Здесь еще обычная техника съемки будет продемонстрирована, когда стекло прямо со столика собирается препарат. Скажем, не очень безопасно, конечно. Но предположим, у нас есть такая неприятность, что на нашем препарате, мы до чего-то дорезали, что-то препарат даже чуть-чуть задело. Передвинули ножик в сторону, чтобы не было повреждения, вынули то, что нам мешало. И препарат мы можем восстановить, залив сюда же OCT, и прижав его вот этим же металлическим бруском. Теперь можем его точно так же сколоть. И опять у нас ровная поверхность. То есть, в принципе, если что-то было в препарате такое, что нужно было вытащить, вот вариант, как можно блок в таком случае починить для дальнейшей работы, если такие проблемы возникают. Ну и сейчас будет видно срез, следующий, который можно взять уже на препарат без значительных повреждений. Вот срез те же самые в районе 12 микрон. Срезы здесь толстенькие делались. На стеклышко. Ну и вот его можно дальше использовать. Таким образом, мы посмотрели несколько техник. Мы посмотрели технику традиционную, мы посмотрели технику Питерса, и то, и другое в ресурсном центре доступно, есть все необходимые для этого приспособления, но рассказ был бы неполным, если не рассказать про современный метод, так называемый метод Кавамото-Сана, который позволяет резать очень сложные образцы. Ну, например, можно резать без фиксации замороженный сустав крыс. Понятно, что здесь нет никакой декальцификации, здесь все режется достаточно сложно в обычном случае, но с использованием пленочки, если срез у вас на эту пленочку сразу же приклеивается, то можно получить срез толщиной 2 микрона из такой сложной ткани. вторая проблема, где может пригодиться метод опять же Кавамото-Сана, предположим, у вас есть какая-то биопсия или какой-то экспериментальный материал, где очень много жировых включений, и не подобрать к ним температуру, так, чтобы они хорошо резались, либо у вас режется только кожа, которая там есть хорошо, либо только жировое включение, ну, в общем, проблемы и ужас. В случае использования пленочки, как видите, эта проблема решается, ничего не выкрашивается, все образцы оказываются на месте, с ними дальше можно работать. Ну, естественно, для этой пленочки лучше, конечно, образцы использовать вот в этой, видите, такая матрица полупрозрачная, это вот как раз та самая карбоксимецилотеллюлоза, о которой я говорил, которая позволяет делать очень тонкие, хорошие срезы. Более подробно о методе Квамото Сана можно посмотреть на их официальном сайте, ссылочку я здесь внизу оставлю и прикреплю ее к описанию к видео. Но я не могу удержаться, не показать их два видео, где они показывают, что этот метод позволяет сделать. Ну, и первое видео, где производится микротомия целиком лабораторной мышь. Здесь специальный криостат, о котором я тоже рассказывал, который позволяет резать крупные блоки. Его видели на, по-моему, третьем или четвертом слайде. Вот эта пленочка, она наклеивается прямо на блок, дальше есть возможность кисточкой ее аккуратно приклеить, этот клей и при минус 30 хорошо клеит. Дальше после кисточки нужно еще специальным инструментом приклеить эту пленку, чтобы она была хорошо приклеена. Не знаю, будет ли показан этот инструмент здесь. Нет, не был показан этот инструмент. Ну, палочка обтянутая кожей, которая позволяет очень так хорошо проклеить все это. Вот, подвели к ножу и дальше получается срез целиком это без какой-либо фиксации животное со всеми костями, со всеми включениями и посмотрите какого размера срез, сколько сантиметров на сколько сантиметров, какого качества и толщина всего 2 микрона. Для чего такие срезы очень любят сейчас использовать? В некоторых случаях при испытаниях различных веществ, которые могут использоваться в фармакологии, важно показать распределение этих веществ по времени в разных тканях. Ну, и почему здесь мышка как раз беременна, проход этих веществ через различные барьеры, через гематоэнцефалические, через плацентарный барьер и так далее. И вот эта техника позволяет сэкономить на самом деле лабораторных животных. Здесь с одного животного можно сделать много срезов, какие-то из них отдать на окраску, какие-то из них отдать на молекулярную гистологию, на масс-спектрометрию, какие-то на иммунофлюоресценцию и получить вот буквально с неких животных данное распределение как самого вещества, так и его уже метаболитов для дальнейшей работы. Сейчас дорежется этот препарат и можно будет посмотреть на получившиеся на пленке изображения остаток. Толщина у них здесь была 5 микрон, срез достаточно тонкий, но посмотрите, 5 на 12, если не ошибаюсь, сантиметров при вот таком хорошем качестве. Эту пленочку можно использовать как покровное стекло в дальнейшем, на нем проводить, красить, ну и просто ее в дальнейшем уже переносить в канадский бальзам или в биомаунт прямо на стекло. В данном случае, конечно, на стекло придется брать очень большое. Это не стандартный образец. Кстати, инструменты, о которых я говорил, для приклеивания. Ну и вот у них получился такой препарат, очень качественный, который дальше вы можете использовать уже для какой-то окраски. Следующее видео, которое тоже не могу не показать, это резка зуба целиком с использованием заключения в ту же самую матрицу, о которой я говорил. Но единственное, что нужно отметить отдельно, то, что здесь используется, почему это видео еще хочу показать, используется вот этот как раз ножик из карбидовольфрама. Вот он. Потому что очень твердый образец и резать его обычными ножами будет, мягко скажем, затруднительно. То есть, это держатель для обычных многоразовых ножей. Здесь есть адаптер, в который устанавливается вот этот вот небольшой ножичек из карбидовольфрама. Так как это целый целиковый зуб, то, посмотрите, его нарезать можно только на достаточно тонкие срезы. По-моему, два микрона, если не ошибаюсь, будут. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. наклеивается эта пленочка. вот инструмент, про который я говорил, который позволяет этот контактный клей как раз активировать, чтобы было хорошо проклеено по всему блоку. Ну, и дальше два микрона резка целикового зуба. Не докальцифицированного, ничего, вот, с каким-то повреждением явным. методом. Понятно, 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 что если метод позволяет резать такие плотные ткани, то возможность резки, например, семян растений, древесины какой-то, костей, суставов, в общем-то, безгранична. Что этим методом можно резать, какие есть уже готовые публикации. На самом деле публикации уже пятилетней давности, сейчас гораздо больше появилось. Ну, и прежде всего, то, что я говорил, вот, целиком животное и в случае масс-спектрометрии вот распределение самого по себе вещества. Здесь есть количественная метка, есть какие-то области, где он распределяется. Видно, например, что гематонцефалический барьер он не проходит, плацентарный барьер он не проходит. И вот видно, что, скажем, в жидкости уже асцидиальной оно, скажем, есть. И здесь можно сделать несколько срезов. Вот у вас масс-спектрометрия, вот у вас гемотоксильный азин, вот у вас другие окраски. Все это с одного животного можно получить. Рыба можно точно так же резать. Растительный материал рис. И там как раз было очень интересно с окраской, с развитием зародыша. Вот рис целиком можно резать даже на такой стадии. Ну, и безпозвоночных различных, у которых есть внешний экзоскелет достаточно плотный. Это тоже позволяет сделать. Таким образом, мы сегодня с вами поговорили о нескольких методах криотомии. Мы поговорили о том, как готовить препараты, фиксированные, нефиксированные. Мы поговорили о традиционном методе, методе Питерса и методе Каламото-Сана для резки на пленку. И в принципе этой информации должно хватить для того, чтобы можно было уже практически опробовать эти навыки при работе с прибором. Понятно, что, конечно, криостат это не выход из положения для всех возможных образцов. Все-таки парафиновый метод это, скажем так, 90% препаратов, но для некоторых наборов препаратов все-таки криостатирующий микротом он предпочтителен и, конечно, его использование в данном случае может быть полностью обосновано. Конечно, могут быть другие задачи и, в принципе, мы не рассмотрели с вами все протоколы и все возможности, но, опять же, общее представление о методе, я надеюсь, нам удалось с вами сформировать. Таким образом, эта лекция наша сегодняшняя завершена. Следующая лекция будет уже по вибротомии еще одному способу резки и я прощаюсь с вами до следующей лекции. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok